Джаконда, Мадонна, Даная Я мой босс, преподаватель Академии МВД, полковник в отставке и по удачному стечению обстоятельств доктор искусствоведения. Он, конечно, преследует свою цель, надеется отыскать похищенные семейные реликвии, а я студент, пятикурсник у него на посылках. Мне поручили самую скучную работу – изучить, как действуют преступники во всем мире, когда совершают кражу или порчу шедевров, и создать собственную базу данных. Вот здесь ему будет хорошо. Послушай, док, это парадокс какой-то. Название есть, а картины нет. Ты поищи в галерее. Послушай, док, я серьезно. В списке похищенного французом Стефаном Брайтвизером значится полотно Давида Теннерса-младшего «Бал обезьянок». Я уже в интернете гуглил, твою библиотеку всю перерыл. Есть обезьянки в школе, есть обезьянки на кухне, в кладовке, а вот обезьянок на балу нет. Есть, просто ты неправильно ищешь. У этой картины незавидная судьба. Три столетия она находилась в забвении. Даже искусствоведы в своих работах обходили эту картину стороной, а художники не делали репродукции. «Бал обезьян» был доступен лишь редким посетителям частного музея, коим однажды касался Стефан Брайтвизер. А Брайтвизеру зачем она понадобилась? Картина неизвестная, за нее дорого не дадут. А его деньги не интересовали. Стефан Брайтвизер был уникальным преступником. За семь лет он совершил 174 музейных кражи. Вор был просто помешан на искусстве. Это помешательство случилось сразу после развода его родителей. До этого юноша жил в особняке, больше похожем на музей. Все комнаты изысканно обставлены. Старинная мебель, изящные статуэтки на стенах, подлинные работы художников 16-18 веков. Любовь к искусству в ее семье словно передавалась по мужской линии. Дед и отец были антикварами. Понятное дело, Стефан должен был пойти по их стопам. Но в один прекрасный день его мир рухнул. После развода отец забрал всю коллекцию. Купаться в роскоши, а оказаться в нищете. От такого у кого угодно крыша бы поехала. Да нет. По мнению врачей, он был абсолютно здоров. Даже диагноз клептомания не подтвердился. Лишь один психиатр заметил странности в его поведении. Брэд Визер никогда не планировал преступления. Он шел в музей, долго разглядывал экспонаты. И как только его охватывало непреодолимое желание обладать тем или иным предметом искусства, он, не задумываясь, забирал его. Да ладно, док. Непреодолимое желание. В Лувре что-то оно его не охватывало. В его списке только мелкие музеи и галереи. Да, он крал там, где плохо охраняют. Так получилось с картиной Давида Теннерса. Он объехал почти всю Францию в поисках шедевров для своей частной коллекции. Больше десяти часов он провел в дороге, пока не добрался до музея Томаса Генри в Шербуре. На посетителя музея с большой спортивной сумкой никто даже внимания не обратил. Он переходил из одного зала в другой и вдруг замер возле ничем не примечательного полотна. Потом он спокойно подошел к картине, снял ее со стены, положил в сумку и беспрепятственно покинул музей. А в музее хоть заметили пропажу? Да в том-то и дело, что нет. А жаль. Современник Рубенс, Ван Дейка, Теннис-младший не заслуживает себе такого отношения. Почему? Потому что он лучше всех писал обезьян? А ты зря ерничаешь. У него просто не было выхода. Он родился в семье художника, причем не самого успешного. Давид Теннис-старший устраивал распродажи своих картин на ярмарках, где они уходили по такой низкой цене, что семье едва хватало средств на жизнь. А один раз отца и вовсе посадили в долговую тюрьму. Чтобы спасти положение, старший сын всерьез занялся живописью. Он и до этого проводил много времени в мастерской, а теперь юноша хватался за любую работу. В родном Антверпене тогда никто не знал Давида Тенниса-младшего. И ему в основном поручали писать копии с известных полотен. Так начинающий художник научился с легкостью работать в разных жанрах и стилях. Док, это все, конечно, прекрасно, но мне не дает покоя украденная картина. Как она хотя бы выглядела? В стиле Тенниса-младшего. Его ни с кем не спутаешь. Набери-ка по-французски. Le bal de sange. А, точно. Веселятся, музицируют, танцуют. Все в лучших традициях жанра сен-жири. С чувством юмора в нем было все в порядке. В середине 17 века многие художники прибегали к сен-жири. За кривлянием обезьянок они умело маскировали пороки людей. Жадность, пьянство, блуд, хитрость. Посмотри, кто на балу у него. Гуляки, картежники, пьянщуги. Одним словом, прожигатели жизни. Художник так искусно читал на рабочение, что у зрителей возникало не отвращение, а невольное желание задуматься. Как я живу? Ведь за весельем и бесконечными пирушками можно не заметить, как сгорит свеча жизни. Не случайно агарок, символ бренности, быстротечности земных радостей всегда присутствует на картинах живописца. Кроме того, некоторые исследователи видят в его обезьянах пародию на социальную иерархию в человеческом обществе. На его картинах всегда видно, кто аристократ, а кто простолюдин. А что, для него это больной вопрос? Он же выбился в люди, вытащил отца из долговой ямы. Женился дважды. Да, и все это так. Он добился очень высокого положения. Он стал придворным художником. Не каждому удается. Атанерс младший стал им, хотя и остался ремесленником. Ему всю жизнь хотелось иметь дворянское звание. Он даже писал об этом прошение королю. Но, увы, его не удостроили ответом. Эта мысль настолько разъедала его, что он словно утратил способность творить. И все чаще переписывал самого себя и, в конце концов, сдался. Он угасал в одиночестве и нищете, в то время как дети от двух браков нещадно делили наследство своего знаменитого отца. Надо же. А я читал, что картины Теннерса дороже полотен Рафаэля. Ну, дорогой мой, это произошло позже. Уже в девятнадцатом веке. А почему я не могу найти балл обезьянок в цвете? Потому что картина уничтожена. Это все, что от нее осталось. Что? Преступник похитил Теннерса, чтобы уничтожить? А что ты? Стефан Брайтвизер тут ни при чем. Тогда в чем дело? Да, дело в том, что в ноябре 2001 года Брайтвизер попался. Его буквально за руку схватила хранительница одного небольшого швейцарского музея. Преступник ничего не отрицал. Более того, он согласился сотрудничать со следствием и подписался под каждой совершенной им кражей. Вот только наотрез отказался указать место, где прячет похищенное. Даже оказавшись за решеткой, он не хотел расстаться со своей бесценной коллекцией. А она, кстати, насчитывала около 300 экспонатов. Мать Стефана, узнав об аресте сына, пришла то ли в ярость, то ли сильно испугалась. Она схватила нож и стала резать все, что ей попадалось под руки. Потом, собрав изуродованные полотна, вместе с пищевым мусором выкинула. Вот так навсегда была утрачена картина «Бал обезьянок». Но это же странно, док. Но он, похититель, что не понимал, что первое место, где будут искать похищенные шедевры, это будет его собственный дом. Ну, спрятал бы их куда-нибудь подальше, ходил бы, любовался, и, может быть, картины были бы целы. Да нет, тут гораздо сложнее. Брайт Визер не просто хотел обладать теми или иными шедеврами. Для него это был способ возвратиться в то время, когда он был безмерно счастлив, когда он мог часами созерцать жизнь эпох, просто переходя от одного предмета к другому. Для него это было не только возвращение безоблачное детство. Для него это было возвращение к самому себе, обретение самого себя. Сначала, чтобы воссоздать в доме привычную для себя атмосферу, Брайт Визер хватался за любую работу. А едва появлялись деньги, шел в антикварную лавку или участвовал в акционе. На попытке восстановить семейную коллекцию он потратил около 40 тысяч долларов. А когда понял, что все тщетно, стал воровать. Сколько в итоге дали этому ценителю искусства? Три года. Но его освободили досрочно за примерное поведение. Ну, после освобождения о нем ничего не было слышно. Но в 2011 году этот известный европейский преступник снова попал в поле зрения полиции. Он хотел продать антикварную вазу в Германии, краденую. Дома у него нашли 40 полотен и 60 тысяч евро наличными. Вот такая бескорыстная любовь к искусству. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ